Здравствуйте! В эфире программа «Полезный город». Меня зовут Владимир Сметанин. В рамках этой передачи я собираюсь поднять важную и, надеюсь, интересную тему. Тему инновационного производства оборудования для выпуска продуктов питания. Если говорить точнее, молочной продукции. То есть то, без чего невозможно представить стол каждой российской семьи, ну или, по крайней мере, большинства российских семей. Мой собеседник сегодня – главный конструктор предприятия «Сельмаш. Молочные машины русских», кандидат технических наук Владимир Русских. Владимир Михайлович, добрый день. Добрый день. Вы знаете, Вы намного старше меня, поэтому я не могу не спросить о Вашей профессиональной деятельности, о том, насколько долго Вы ей занимаетесь. Ну и чуть позже мы уже перейдем непосредственно к «Сельмаш. Молочные машины русских». Ну, если правду говорить, в отрасли для создания оборудования для пищевой промышленности я работаю более 25 лет. Началось все еще с конверсии, работая на оборонном заводе, мы получили задание… Конец 80-х, да? Да, конец 80-х годов. Получили задание изготавливать оборудование для сродельной промышленности. Достаточно успешно у нас это все получилось, было организовано производство. Это все в Кирове? Нет, это было не в Кирове. Да. Это было в городе Глазове, на крупном заводе оборонном. Но в то время, в конце 92-го года, стало ясно, что такие объемы, которые мы выпускали, они практически, это было плановое хозяйство, они практически в рыночных отношениях уже были не нужны. И стала задача каким-то образом… Мне просто понравилось создание новой техники, организация машиностроительного производства, тем более, он говорит, конверсионного производства. Мне это понравилось, я начал изучать молочный рынок, и стало понятно, что надо решать вопрос комплексно. Не выпускать отдельную единицу оборудования, а делать комплексную задачу. Мы попытались организовать свое производство, значит, и не просто выпуском отдельных единиц оборудования, а начали заниматься проектированием технологическим, то есть изучили технологию, организацию производства по переработке молока. Таким образом, нам стало ясно, каким образом можно будет совершенствовать это оборудование. У нас получилось предприятие, оно достаточно успешно на рынке в середине 90-х годов позиционировалось, и где-то, будем говорить, в 2002 году я приехал в город Киров для защиты кандидатской диссертации как раз, и, имея опыт работы по изготовлению оборудования, попытался здесь создать отдельное конструкторское бюро по созданию новой техники. Именно по созданию новой техники. И, так сказать, использовал уже свой небольшой новоноучный потенциал. Переходя уже к разговору о компании, о предприятии «Сельмаш молочной машины русских», не могу не процитировать Валерия Николаевича Турула. В данном случае он нам интересен как президент некоммерческого партнерства, биотехнологический кластер Кировской области, куда «Сельмаш молочной машины русских» входят. Вот что он сказал. Когда речь заходит об инновациях, первая возникающая ассоциация – это перспективный риск. Задач у кировских ученых, решивших переводить свои разработки в коммерческую плоскость, действительно немало, поскольку это всегда выход на высококонкурентный рынок и попытка достучаться до потребителя, имеющего консервативные вкусы и предпочтения. В общем, резюмируя задача достаточно сложная. Да, задача сложная, но я не совсем согласен с тем тезисом, что потребители имеют консервативный вкус. В противном случае просто не было бы предпосылок для развития прогресса. Поясняю. Мы сейчас говорим о машиностроительном предприятии. Ранее в стране существовала жесткая система создания новой техники, которая регламентировала организацию работы всей цепочки, начиная от проектных институтов, кончая заводов, которые выпускали специализированное оборудование. Ну, естественно, достаточно благополучно все это работало, но надо понимать, что именно эта благополучная работа, она и создала предпосылки для консервативных вкусов. Почему? Потому что в этих условиях создать что-то новое было очень сложно. И практически люди бились, как рыба об лед, противоречили всей системе, и поэтому пропадал интерес. Лучше делать, что давали, план выполнять, и все было хорошо. В современных условиях, в рыночных условиях, рынок быстро наполнился как старыми продуктами, так и новыми инновационными товарами. Вот здесь, когда рынок наполнился инновационными товарами, здесь надо признать, что основной инициатор продвижения этих товаров стал потребитель. То есть непосредственный заказчик, который, вам говорят, не всегда грамотный с точки зрения технической и технологической подготовки, оформления технического задания на создание новой техники, но находящийся под впечатлением, так сказать, хлынувшей на наш рынок иностранной техники и технологии, стал требовать вот этого оборудования. Поэтому будем говорить, что именно заказчик является двигателем прогресса. То есть появился запрос. Вы стали этот запрос удовлетворить. Будем говорить, что если появляется запрос, то появляется, так сказать, исполнитель. Но ситуация была такая, что в то время, когда существовали заводы, серийно выпускающие оборудование, причем специализированные, они привыкли работать в жесткой системе. И когда рынок открылся, и появились новые заказы, причем заказы, вам говорят, люди хотели получить новую технику, платили деньги и требовали, ну, что-то непонятно. Естественно, заводы, крупные заводы, они очень медленно, инерционно реагировали на требования заказчика. Но, с другой стороны, раз появился запрос, появилось очень много небольших, я буду говорить, кустарных предприятий, плохо оснащенных, но достаточно быстро отвечающих на требования этого заказчика. То есть, какую-то долю рынка они заняли? Нет, они просто стали, так сказать, покрывать вопросы, то есть, покрывать те требования, те запросы, которые, ну, инициативный заказчик, еще раз повторяю, который являлся, как бы, двигателем прогресса, хотел продвинуть свою технологию, получить новое оборудование, получить новые продукты. Еще раз повторяю, под влиянием именно той продукции, которая появилась на рынке. Но, так как, будем говорить, не очень хорошо оснащенное предприятие и неграмотное техническое задание в основе своей стояло, то, естественно, оборудование, которое начало появляться в то время, это первое время, говорит, наших рыночных отношений, оно, ну, отличалось непрофессионализмом технических решений при его проектировании и изготовлении, несоответствием технических характеристик, тех требований, которые необходимы, были регламентированы для выполнения инструкции по получению продуктов. И, естественно, имели неудовлетворительное качество. Итак, и вот создание предприятия «Сильмаш-молочные машины». Какая концепция была изначально заложена? Вот эта вот вся предпосылка наполнения рынка некачественным, относительно некачественным и кустарно исполненным оборудованием, в то же время существовавшей в стране, тем более мы несколько коснулись вот этой организации создания новой техники, имели некоторый опыт, и в любом случае существовали еще проектные институты, хоть и разобщенные, существовал потенциал создания новой техники. С другой стороны, в стране существовал достаточно мощный потенциал, технический потенциал оборонных заводов, которые также столкнулись с негативными явлениями экономических реформ. Нет заказов. Да, нет заказов. И, будем говорить, здесь возникла идея объединить потенциал временно свободных производственных мощностей крупных предприятий и накопленный опыт по созданию новой техники. И вот тут завод Кировский Сельмаш. Да, и вот тут... Почему именно он? Потому что большинство, ну, всех, наверное, он ассоциируется все-таки с предприятием категорически другого рода. Да, завод Сельмаш, это один из крупнейших предприятий города Кирова. Более 70 лет он осуществлял свою деятельность на территории нашего города. И этому заводу, надо сказать, удалось сберечь не только производственно-технический потенциал, но и кадровый потенциал. И на этом предприятии сохранился весь комплекс технологического оборудования. И в то время, значит, нам удалось познакомиться с руководством предприятия. Было предложено, было дано предложение создать, загрузить незадействованную производственные мощности и площади выпуском инновационной техники. Тем более, значит, предложение шло не от, будем говорить, чисто производственных, а от конструкторского бюро, которое имело уже опыт потенциал накопленный, имело достаточно много разработок. Давайте определимся, это какой год? Это был 2009 год. Шесть лет назад. Нет, 2008 год, по-моему. Где-то так, 2008-2009 год. Как строился диалог? Ну, в общем, мы очень достаточно быстро нашли понимание. И по инициативе руководства было принято решение о схеме выделения в рамках завода Сельмаш предприятия, которое назвали ООО Сельмаш молочная машина русская. Оборудование, на котором начала выпускаться продукция, это полностью Сельмашевское? Да, значит, руководство завода выделило около 8 тысяч квадратных метров для организации сборочно-сварочного производства. Была разработана групповая технология сборки, приобретено оборудование для создания технологической линии. И в том числе было принято уникальное оборудование, координатно-вырубной станок и автоматическая установка лазя на сварке. Поясните, что это такое для тех, кто не слишком техническими познаниями обладает. Можно пояснить? Значит, технология производства штампованных деталей из листа предполагает изготовление штампа, предполагает изготовление штампы конкретно для конкретной детали, наладку той штампы на прессовом оборудовании и штамповку. То есть, значит, работает наладчик, работает штамповка, работает сам оператор-штамповщик. Деталь, значит, одна деталь делается, потом надо поехать на другую деталь, надо опять перенаставить, менять это достаточно трудоемко и долго. В общем, в принципе, это технология 30-х годов. Значит, приобретение координатного рубного станка из листа с числовым программным управлением позволяет без наладчика, без оператора, мгновенно, в небольшом количестве, а еще я забыл сказать, значит, в любом случае, когда идет речь о штампованных деталях, то там деталей должно быть очень много. Только тогда окупится вот эта вся отобъемная скорость. Иногда сами штампы превосходят по цене прессового оборудования. Так вот, приобретение этого вырубного станка, значит, позволило отказаться от изготовления штампов. Достаточно только было сделать чертеж, программное обеспечение, и он вырубал автоматически. Можно делать одну деталь, можно две, три, ничего страшного нет. Это очень быстро позволило создавать новую технику, унифицировать конструктивные элементы. И, будем говорить, достаточно быстро оборудование это окупилось. Хотя были, конечно, сомнения, оно дорогое, но быстро. А лазерная установка? А лазерная, это, ну, не лазерная, извиняюсь, плазменная установка. Плазменная установка. Это установка для предварительного раскроя заготовок, тоже так же по программе, для заготовок на механическую обработку. То есть, когда на токарный станок ставится заготовка, значит, она либо вырубается из листа, туда-туда очень много идет отходов с Турску, а здесь отход минимальный, и очень быстро это для заготовки готовится. Примерно то же самое, только будем говорить с небольшим припуском. Это оборудование для изготовления криволинейных заготовок для будущих деталей. Так, с подготовительным этапом определились. Простите за нескромный вопрос. Финансовая сторона, сколько было вложено? Ну, я понимаю, вопрос, наверное, не очень корректный. Так, но я считаю, что то вложение, которое было сделано, оно, естественно, конечно, помогло вновь созданному предприятию. В результате, на сегодняшний день это предприятие стало одним из лидирующих в области разработок новой техники. И эти вложения, по моему мнению, однозначные они окупились в течение первых двух-трех лет. Первоначально какие цели ставились? Масштабность этого предприятия на кого вы рассчитываете? Ну, тут надо сказать, вот я уже говорил, что рынок первоначально, после того, когда бомбы рухнули, плановое хозяйство, он заполнился, я про нашу отрасль говорю, отрасль изготовления оборудования для молокопереработки, он заполнился, ну, будем говорить, кустарным оборудованием. И проектанты, проектные институты, которые, когда речь заходила, будем говорить, реконструкция или строительство нового завода, они, естественно, тем более оборудование было разнотипное, не форматировано, не согласовано между собой, не по производительности, не по габаритам. Они, естественно, стали пользоваться каталогами и оборудованием иностранных фирм. Вот это, на мой взгляд, первоначально было очень приятно, делаются проекты под иностранным оборудованием, вот это привело к очень нехорошим последствиям, потому что за оборудованием пошла технология, так как есть часть продуктов отечественных, которые практически за границей молочных продуктов, их там нет, они не упускаются. Ну и иностранцы, чувствуя, что рынок свободен, они начали предлагать оборудование, не свойственное для производства вот этих продуктов. Поэтому в итоге, когда это не получалось, начали как бы предлагать свою технологию, а за технологии пошли их продукты, типа вот эти вот эти коттед чиз, йогурты все возможные. Это повелило, ну, естественно, пошла громкая реклама, деньги уложились, и в результате пошло вымывание отечественных, традиционных продуктов, к которым мы привыкли. А вы делаете на них ставку? Да. Вот ассортимент оборудования, которое сейчас выпускается в молочные машины русских. Давайте представим, что это за оборудование? Да, значит, мы сейчас производим оборудование практически для всего технологического передела переработки молока, кроме сушки, то есть для изготовления сухого молока. За исключением только специализированного оборудования, которое делается в специализированных заводах, ну, это там, там своя технология, это оборудование, я не буду вдаваться для механической обработки молока, типа сепараторов, ну, и фасовочного оборудования. А остальное дело мы все. Мало того, значит, нами на базе вот этих единиц оборудования, которые представляют каталог около 170 базовых единиц, нами разработаны, разработаны на базе вот этих единиц, разработаны типовые участки и технологические, автоматизированные технологические линии по выпуску, то есть по завершению производственных циклов на каждом переделе. Это нам позволило, будем говорить, реконструировать или модернизировать, либо строить новые заводы, не отдельной заменой отдельных единиц оборудования, то есть когда вот человек приходит, мне надо запенить одну емкость, там, в цепочке, так как она проходилась, а предложить ему замену всего участка, что в комплексе, именно в комплексе решало достаточно глубокую и качественную модернизацию завода. Я хочу представить, ваше оборудование, которое вы выпускаете, оно рассчитано на небольшие предприятия, это небольшие молокоперерабатывающие, молокоперерабатывающие заводы. Вот я хотел об этом сказать поподробнее, еще раз я вернусь к тому, что заполненный рынок некачественным оборудованием, значит, и появление на рынке в результате проектных институтов технологических решений и проектов с использованием иностранного оборудования, оставил в очень плачевном состоянии заводы среднего района и городского масштаба молокоперерабатывающих. Почему? Потому что приобрести импортное оборудование им было достаточно сложно и дорого, дорого в первую очередь, но и сложно с точки зрения квалификации, обучения. С другой стороны, использовать для получения новых продуктов, соответствующих новым нормативным требованиям, то ту продукцию, которую, еще раз говорю, кустарную продукцию, которую большим средствами выпускали, ну, небольшие артельные предприятия, ничего практически не давалось, только то, что замена отдельных единиц оборудования и тому подобное. Вот мы сделали, а вот эти заводы, именно эти районы, городские молочные заводы, именно они и производили, и производят те продукты, которые традиционно привыкли потреблять наше население. Так сказать, отечественные традиционные молочные продукты. Творог, сметана, именно качественные, именно, значит, сделанные на основе смеси всевозможных. Так вот, эти продукты, я еще раз повторяю, как бы начали вымываться с рынка, поэтому мы основной целью нашей работы поставили реконструкцию этих предприятий, средних городских и районных заводов, комплексную реконструкцию, и сделали ставку на автоматизацию, поскольку, на самом деле, кадровый состав, сами понимаете, особенно в районах, старый персонал уже вышел, а нового персонала просто не найдешь, людей не найти. А автоматизация, она очень хорошо помогает, будем говорить, исключить человеческий фактор, неквалифицированный человеческий фактор, выполнение сложного технологического процесса. А процессы сложные, например, вот кефир, он производится около 20 часов, за это время три смены сменятся. А когда автоматизировал процесс, то можно отследить, можно, будем говорить... Исключить человеческий фактор. Да, или понять, когда человек вмешался в процесс, все это может. Ну, известно, что вы работаете в российских масштабах. Да, в российских. Где сейчас, в данный момент, представлены предприятия, где работают, изготовлены и разработаны вашим предприятием оборудование, география? Ну, у нас, будем говорить, есть определенные традиционные рынки сбыта. Они связаны именно с тем, что там в этих регионах развитое животноводство, и изначально было все ориентировано на молочное производство. Но есть и заказы из других регионов, потому что молокопереработка везде, где-то около порядка двух тысяч районных заводов только по стране существует. На сегодняшний день, вот, сейчас мы ведем работы по пуску в эксплуатацию технологических линий в Рязанской области, сейчас люди у нас находятся, в Ивановской области, в Самарской области и Тюменской. Значит, в этом году мы буквально неделю-полторы назад сдали завод в Сыктывкаре в эксплуатацию, он введен новый абсолютно завод, современный, с нуля построенный. Сдали технологические линии по выпуску, автоматические технологические линии по выпуску творога на Псковском гормозаводе, городе Бузулу, Калинбургской области и городе Дмитров Московской области. В городе Дмитров Московской области это очень большой завод, он ориентирован на выпуск творогов для творожных сырков, очень сладко-вкусно. Да, и, ну, вам говорить, Московский рынок достаточно популярен, и то, что они нам делали заказ, это говорит о том, что, вам говорить, качество продукции соответствует импорту, поскольку там, в основном, импортная оборудование. Слушайте, а у нас-то, в нашем регионе? Ну, в нашем регионе, значит, все знаете предприятия в Посегово, которые пускают продукцию под брендом «Здоровая крова». Этот завод сделан, в смысле, нами приведены там работы по технологическому проектированию, и мы изготовили все оборудование, все, которое на всех переделах, которое там, согласно проекту, должно было быть поставлено. Произвели весь монтаж трубопроводный, произвели пусконаладочные работы и провели автоматизацию не только технологических операций, но автоматизацию управления технологическими потоками. Что, я считаю, одна из первых работ, проведенная именно нашими специалистами отечественными, без использования, будем говорить, импортных, и составляющих импортных программных продуктов. Поэтому, это я, вот, лично я горжусь этой работой, потому что завод, на мой взгляд, один из современных получился, хотя уже он работает четвертый год, там, некоторые решения он уже усовершенствует. Техподдержка такая продолжается. Техподдержка, естественно, продолжается, но он на уровне находится. Я знаю, что вы активно сотрудничаете с Вятским государственным университетом. В чем заключается это сотрудничество? Ну, на нашем предприятии существует система создания новой техники, которая предусматривает определенный план работ. Так вот, этот план работы разрабатывается на определенный период, именно по созданию новой техники. Определение направления развития на этот период является одной из основных и самой важной составляющей всей этой системы работы. Так вот, именно вот на эту часть работы мы обязательно приглашаем, либо согласуем, либо работаем со специалистами, как отраслевой науки, так и науки вузовской. Поскольку, когда ты вкладываешься в новую технику, а это, будем говорить, вложения, могут они, ну, как в простонародье говорят, выстрелить никуда. А оборудование у нас дорогое, материалы дорогие, комплектующие тем более дорогие. Нельзя стрелять в них. Нельзя стрелять в цели, это очень опасно. Поэтому мы работаем по такой системе, в том числе и с Венским университетом по такой системе. Мы в данный момент сейчас планируем и организуем работу с Биофаком по проекту создания малотоннажного предприятия по выпуску функциональных и профилактических молочных продуктов для специальных групп населения и с идеей применения этих продуктов на месте производства. Это, видимо, тоже продукция с приставкой Био как-то, да? Ну, естественно, Био. В результате этой работы должен появиться список групп населения, значит, рецептуры, список групп населения в Кировской области, которым необходимы какие-то специальные продукты молочные, профилактические или лечебные, значит, и разрабатываться, должна разработаться рецептура вот этих продуктов на основании вот этих работ будет организовано производство функциональных добавок, а потом и производство, малотоннажное производство самих этих продуктов в разных точках нашей области. Ну, уже результаты есть какие-то сотрудничества, да? Есть. В чем они заключаются? Ну, допустим, отработано оборудование, отработана организация применения этого оборудования, значит, к сожалению, в Кировской области нет. Нет примеров внедрения, кроме предприятия, вы все знаете, наверное, предприятия «Целебная радуга» под этим брендом. Да, конечно, да, популярная продукция. Там, да, вот эти элементы этой программы, они выполнены и работают это в Малавянске. А вот в других городах, там у нас есть, допустим, в Уфе, три молочных кухни, детских молочных кухни преобразованы и организовано производство таких, не только детских молочных продуктов, но и лечебно-профилактических. В Татарстане, очень, где-то порядка три молочных кухни мы перереконструировали в Ханты-Мансийском округе, в Усть-Илимске, ну, в общем, там, где есть определенные бюджетные средства. Потому что это продукт социальный, да, понимаете. Там, в общем, идут навстречу. Но мы и стараемся, значит, удешевить эту работу, почему мы и говорим, что это именно малотоннажное оборудование, оборудование, которое производит продукт в месте потребления, чтобы не, так сказать, не тратиться на... Бодировку. И дорогую упаковку. Да. Раза упаковки. Современная экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Те же санкции, тоже импортозамещение, курс вот именно на это. В этих условиях как чувствует себя предприятие? Ну, я говорил уже, что, значит, основной целью является у нас, будем говорить, защита отечественных товаров, продуктов, то есть, вернее... В общем, Вы полностью за импортозамещение. Да, нет, 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 я сейчас немножко хочу добавить. Это отечественных продуктов путем того, что мы реконструируем именно те заводы, которые эти продукты производят. Так вот, вот эта цель, прямо будем говорить, совпадает с решением правительства по импортозамещению. Но тут надо заметить, на сегодняшний день порядка 60% комплектующих, которые мы потребляем, они импортны. К сожалению, средства автоматизации, средства пневмоприводов, приводная техника и тому подобные вещи, стандартизованные средства механизации автоматизации в нашей стране практически не производятся. И чтобы организовать это производство, нужны очень большие, просто очень большие инвестиции и естественное время. Поэтому мы при выборе поставщиков, мы выбирали, старались выбирать и до сих пор ориентируемся на те фирмы, которые имеют свои производства в нашей стране. Либо те страны, которые не попадают, не попали под санкции. Санкционные списы, да. И у нас это, в Англии, достаточно хорошо сейчас пока получается. Уровень цен нашей продукции не растет, даже с тем, не только с санкциями, но и с ростом лом-курса. Ну и вот особенно программное обеспечение, имея своих программистов, мы отказались от услуг готовых программных решений, что нам позволило достаточно быстро наши программные продукты вместе с нашей продукцией внедрять именно на те заводы, о которых я говорю, которые находятся в глубинке, на которых нет кадров. И они хорошо, очень хорошо, вот эти продукции и продукция адаптируются с существующей организацией и профессиональным уровнем тех специалистов, которые там работают. Что нам не позволяет реализовать свою продукцию достаточно успешно. Сколько вообще человек работает на предприятии? Ну, порядка. На нашем, именно на нашем предприятии работают около ста человек. Ага. Перспектив расширяться? Планы на будущее? Ну, давайте на ближайшее будущее. Давайте на ближайшее будущее, честно скажем, ситуация сейчас очень непростая. Неспокойная, да? Да. Просто тяжелое, если честно, машиностроение. Так как продукция машиностроительная, она сложная, многокомпонентная, многооперационная. В одном только простом, простейшем, среднем нашем изделии детали операции где-то около двух тысяч деталей операции. Естественно, это все дорого и сложно, и спад объемов, он есть, это надо признать. Он есть, в первую очередь, почему? Потому что падает покупательская способность населения, она падает, тоже понятно почему. Рост цен потребительских, он вызывает эти ограничения, а отсюда по цепочке, так сказать, на нас сказывается. А мы в конце цепочки и достаточно инерционно будем. Ну, и любом о плохом, значит, у нас сейчас в связи с тем же импортозамещением, у нас очень активно ведутся работы по созданию новых продукций. Это, в первую очередь, сыродельно. Мы разработали несколько законченных, не просто отдельных, допустим, участков, а законченных технологических линий для выпуска сыра. От молока до, собственно, готового сыра. Да, да, до готового сыра, причем не только традиционного сыра, к которому мы привыкли. И мы с него начали, а сейчас мы, значит, ну, общаясь, допустим, на выставках, общаясь с конкурентами, общаясь с заказчиками, подошли к выпуску элитных и несколько... Ну, таких сыров, которые мы привыкли ассоциировать там за границей, да? Да, эксклюзивных сыров, и того подобного. Хорошо, давайте все-таки, да, надеяться на хорошее, на лучшее будущее. Для тех, кто заинтересовался, как на вас выйти, ваши контакты, предприятие «Сельмаш» молочной машины русских. Счерса 60. Счерса 66. Территория завода «Сельмаш». Вы всегда можете, если, допустим, хотите попасть через бюро пропусков, созвониться с нами, и мы сможем именно заинтересованных лиц и провести, и показать наше производство. Никаких секретов у нас нет. Познакомиться с специалистами, познакомиться с нашей продукцией, с организацией труда. Ну что ж, спасибо большое. Это программа «Полезный город». Благодарю нашего гостя, главного конструктора предприятия «Сельмаш» молочной машины русских, кандидата технических наук Владимир Русских. Спасибо, Владимир Михайлович. До новых встреч. Спасибо вам.